Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Рубрика «Наболела». Как всегда, отвечаю на ваши вопросы. Основной вопрос, запрос. Я приучена с детства к созависимости, в зависимости от настроения мамы. Вот она два с половиной года назад умерла, как говорят мне сама. Это тайно отделяет меня от мира, моей семьи. И мама спилась. Я уже делала попытку проработать это. Вопрос, как поставить точку и не грустить о ней? Ведь я внутри хочу хорошую маму и не себя. Я очень сильная. Мне себя трудно поддерживать продолжительное время. Какие техники наиболее годны для работы с токсичными родителями? Как стать цельной? Спасибо. Для того, чтобы понять, как не зависеть от родителя, как сепарироваться от родителя, нам надо понять, как психика устроена внутри. Если потребности ребенка полностью подавлялись и родитель принуждал вести ребенка так, как надо родителю, то ребенок свое истинное «я» запирает в шизоидном убежище. И истинное «я» не нарабатывает навыки удовлетворения именно своих потребностей. То есть человек может удовлетворить потребности какого угодно извне, а свои потребности он удовлетворять не имеет права. У него стоит огромный запрет на что-то делать для себя, на заботу о себе, на реализацию себя и на развитие себя. Это такие программы, которые полностью блокируют развитие индивидуальности личности. И тогда личность становится зависимой от значимого объекта. Только значимый объект может разрешить мне что-то делать. Только значимый объект может помочь мне сформировать какую-то цель извне. Только значимый объект может создать смысл в моей жизни. Фактически без наличия этого значимого объекта моя жизнь не имеет смысла. Также мы должны понимать, что самая главная травма, которую получает ребёнок, это травма отвержения. Она запирает наше истинное «я» всё время в состоянии этой отверженности. И то, что заперло, только то психика думает и может открыть. То есть, если меня там заперла отверженность, то когда кто-то примет меня безусловно, тогда я смогу выйти из этого убежища и наконец-то начать жить для себя. И психика запоминает это. Она запоминает, что меня кто-то должен оттуда выпустить. Тот, кто меня там запер, тот меня должен и выпустить. И психика начинает ждать этого идеального родителя, который наконец-то разрешит жить для себя. И чем более, как это, плохой был родитель, тем фантазийнее образ хорошего родителя. И ребёнок сохраняет образ этого фантазийного хорошего родителя как залог того, что когда-нибудь ему можно будет начать жить свою жизнь. И избавиться от образа фантазийного хорошего родителя, которого ты ждёшь, можно тогда, когда ты поймёшь, что его никогда не будет, и тебе придётся самому спуститься во внутренние подземелья для того, чтобы вызволить свою самость, своё истинное Я из этого плена отверженности. Для того, чтобы вызволить себя из плена отверженности, надо смочь принять себя реального, а не придуманного. Потому что наряду с фантазийным образом родителя у нас есть фантазийный, придуманный образ нас. Эти люди говорят, да я себя знаю, да я себя принимаю со всеми недостатками. Они обманываются в них себя. Человеку очень сложно выдержать себя истинного, потому что мы истинные, слабые. Хоть эта девушка пишет мне, что она сильная, она сильная для других. Когда надо что-то сделать для других, помочь, достать, спасти, она сильная. Но когда надо помочь спасти себя, например, элементарно поддержать себя, то эта сила куда-то деётся. И у людей, у которых была очень сильная зависимость от родителя, и родитель не учил этих детей жить для себя, у таких детей ноль навыков удовлетворения своих потребностей. Для других я могу свернуть горы, а себя я не могу даже поддержать. Человек находится в постоянном отрицании себя настоящего. Он отождествил себя с сильным, идеальным образом, который всё может и так далее, для того, чтобы не встретиться со своей неполноценностью, для того, чтобы не встретиться со своей слабостью. Если человек не может признать то, что он слабый, то, что он что-то не может, не умеет, если человек не поддержит себя слабым, то выйти из этой созависимости невозможно, потому что всё может дать только внешний объект. И человек, который выходит из созависимости, он не понимает, насколько всё, все его навыки, вся его личность заточены на обслуживании другого человека. И он не замечает, что смысл его жизни — это обслуживание значимых объектов. Если убрать обслуживание значимых объектов, то ты остаёшься во внутренней пустоте невозможности сформировать свой смысл жизни. Почему так сложно сформировать свой смысл жизни? Потому что помимо того, что мы приучены удовлетворять только чужие потребности, у нас очень сильный обесцененный свой образ. То есть мы одновременно обесцениваем себя, а когда мы обесцениваем себя, тогда мы без жалости жертвуем собой ради другого. Обесцениваемое жертвуемое. Обесцениваемое жертвуемое. И вот эта вот обесцененность себя, она происходит постоянно. И когда уходит вот этот смысл жизни, как жертвование другими, то человек остаётся только с обесцененным собой. Больше никакого смысла. И этот образ обесцененного себя вам необходимо реабилитировать. То есть искренне признаться себе в том, что ты что-то не можешь, что ты слабый. И начать как человеку после инсульта ходить, точно так же надо начинать жить потихоньку для себя. То есть понимать, в чём ваша потребность. Люди очень часто делают не так, как лучше для них, а так, как они считают правильным. И у созависимых людей громадный перечень того, как правильно жить, что значит хорошо. Люди очень сильно придерживаются этих догм. Потому что соответствие этим догмам компенсирует внутреннюю пустоту. у человека, у которого есть контакт с собой, ему эти догмы не нужны. У него есть эмпатия, у него есть понимание, как себя вести, у него есть доверие к себе. Ему необходимо постоянно сверяться с правилами жизни. Он может быть гибким, он может быть разным. У людей, у которых есть эта зависимость, от созависимость, у них нет права быть гибким и принимать решения. Они, обычно эти люди, очень жёсткие. У них жёсткое принуждение себя соответствовать своему образу правильному. И от этого правильного никуда нельзя отойти. И люди настолько устают от этого соответствия, они настолько устают обслуживать других, что это сваливает их или в болезнь, или же они постоянно злятся. Когда человек злится, постоянно злится, это говорит о том, что он постоянно собой жертвует и запрещает себе свою жизнь. И этот запрет на собственную жизнь, он находится в очень слепой зоне. Человек это не замечает. И человеку очень сложно признаться себе в том, что он жёсткий, что он категоричный, что он живёт по правилам, что он осуждает других людей за то, что они себе позволяют больше. И он пытается эту конструкцию сохранить, и поэтому доступ к себе у него обрезан. Такие люди, когда приходят на терапию, они с трудом выносят правду про себя. Они могут выносить только, когда их хвалишь или когда их жалеешь. Когда говоришь про их недостатки, для них это невыносимо, потому что им кажется, что они пожертвовали всем, что у них было, и от них хотят, чтобы они опять пожертвовали собой. И все слова, которые ты говоришь, им они воспринимают как нападение на них, как критику их. И это тоже не даёт им возможность разомкнуть эту систему и измениться. Что делать? Вопрос. Во-первых, надо начать потихонечку сомневаться в своих постулатах, что такое правильно. И начать потихонечку отслеживать, что вы сильная только потому, только тогда, когда это надо для других. Что вы умеете поддержать других. Что вы умеете понять других. А по отношению к себе этих навыков нет. И эти навыки надо потихонечку нарабатывать, потихонечку развивать в себе. Вам надо понять, что образ истинного я у вас очень сильно обесценен, и вам тяжело признать свою слабость. Когда человек признаёт свою слабость, не знание чего-то про себя, это первый путь к выходу в какой-то реальный мир. Помимо этого, надо понять, что не услышать меня сейчас, а именно понять, что нет никакого идиллистического объекта, который должен прийти, выпустить вас из плена и разрешить вам жить для себя. Вам придётся самой себе разрешить жить для себя и учиться самой приобретать ценность и понимать, что зависимость от других людей, в том, что они признают вашу ценность и значимость, она вас удерживает в этом плену. И когда вы научитесь поддерживать себя и давать себе эту ценность самостоятельно, тогда потребность в хорошей маме и созависимость начнёт потихонечку таять, и вы сможете выйти на путь самостоятельности и индивидуальности. Надеюсь, я помогла вам понять вашу проблему и найти ответы. Желаю вам всего хорошего, желаю вам справиться с этим. Буду прощаться с вами. До свидания. До следующих встреч.